Комитет Госдумы РФ подготовил проект заявления в связи с убийством главы ДНР Александра Захарченко. Авианосец военно-морских сил США Гарри Трумэн вошел в Средиземное море. Лидеры КНДР и Южной Кореи фактически объявили о прекращении войны. В результате обстрела в населенном пункте Ясеноватое ранее получил один мирный жилье. Повреждены газопровод по улице Франко и домостроение по улице Воровска. На Морибольском направлении подразделения 36-й бригады морской пехоты вели огонь из минометов вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по районам населенных пунктов Коминтерного, Ленинска и Безымена. Ответственность за обстрелы лежит на военном преступнике Гнатаеве, который командует данной бригадой. В результате обстрела в населенном пункте Коминтерного повреждено домостроение по улице Кирова. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня. Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики существенных изменений не претерпела и остается напряженной. Невзирая на перемирие, за прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня. Огонь ввелся по районам населенных пунктов Пришиб, Донецкий и Калиновка. При обстрелах украинские боевики использовали 82-мм минометы, вооружение БМП, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 40 различных боеприпасов. Комитет Государственной Думы России по делам СНГ и евразийской интеграции связям с отечественниками подготовит проект заявления о связи с событиями в Донбассе, в том числе и по убийству главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом сообщил первый заместитель председателя Думского комитета Константин Затулин. «Мне кажется, комитет по делам СНГ должен выступить с проектом заявления Государственной Думы в связи с событиями на востоке Украины, конкретно в связи с убийством главы ДНР Александра Захарченко. Документ должен быть очевидно предупредительного свойства». Затулин отметил, что в действиях президента Украины Петра Порошенко прослеживается логика, направленная на взвинчивание напряженности и эскалацию конфликта с ДНР и ЛНР накануне президентских выборов в стране. Сам Затулин выступил с инициативой подготовить текст документа, который разошлёт остальным участникам комитета. Парламентарии также смогут внести свои предложения для обсуждения комитетом. Члены комитета поддержали инициативу зампреда. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлетической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе объявила Украину форпостом западной цивилизации. «Своей волей тем, что мы сознательно начали защищаться от российского нашествия, мы стали форпостом западной цивилизации». По словам Климпуш-Цинцадзе, Киев должен закрепить в законодательстве курс в НАТО и ЕС с целью получить внутреннюю мотивацию и дополнительные механизмы, чтобы максимально эффективно использовать этот шанс. К сожалению, министр не уточнила, о чём именно идёт речь. При этом Климпуш-Цинцадзе посетовала, что западные партнёры привыкли видеть Украину совсем в другом качестве. «Нас раньше хотели сделать то мостом, то какой-то серой зоной, а мы, наконец, определились для себя. И я думаю, что это определение воспринимают как страны Европейского Союза, так и НАТО». Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала увеличение количества нападений на работников средств массовой информации в период с мая по август 2018 года. Об этом сообщается в докладе миссии, обнародованном в среду. В документе отмечается, что в течение рассматриваемого периода задокументировано увеличение количества физических нападений на работников СМИ и других инцидентов, которые препятствовали их законной профессиональной деятельности. При этом отмечается, что наблюдатели зафиксировали 30 случаев, когда имели место нарушение свободы слова и свободы средств массовой информации. Речь идёт как о физических нападениях с применением насилия на работников СМИ гражданских активистов, так и об унижении или запугивании. Наблюдатели также указывают на то, что расследования убийств журналистов в Украине сильно затягиваются. МИД России вызвал послов Нидерландов и Швейцарии для разъяснений в связи с продолжающейся кампанией по нагнетанию шпиомании. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Как отметили в МИД, у посла Швейцарии Ива Россия потребовали объяснений из-за звучащих в последние дни обвинений в причастности неких российских агентов к, цитата, «незаконным действием, направленным против критически важной швейцарской инфраструктуры». При этом послу указали на то, что продолжение подобной конфронтационной риторики способно нанести серьезный ущерб в целом конструктивно развивающимся российско-швейцарским отношениям. Послу Нидерландов Рене Джонс Босс, в свою очередь, рассказали о недопустимости провоцирования через СМИ спекуляций, в том числе касающихся наиболее острых проблем международной политики, которые могут нанести дополнительный ущерб и без того подорванным двухсторонним отношениям. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что операции израильских военно-воздушных сил в Сирии предпринимаются в нарушении суверенитета Арабской Республики. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов. В результате российский самолёт попал под огонь сирийских средств противовоздушной обороны. При этом российский лидер призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций. Премьер-министр Израиля, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и возложил ответственность за крушение самолёта на Сирию. Нетаньяху также добавил, что Тель-Авив готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения воздушного судна. В частности, он предложил отправить в Москву главу военно-воздушных сил Израиля. Кроме того, глава Израиля заявил о возможности продолжения координации Москвы и Тель-Авива в Сирии. Сирийские боевики бросили в недавно освобождённые провинции Эль-Кунейра, оснащённые современным иностранным оборудованием и медикаментами госпиталь. Всё передано в пользование местным жителям. Отмечается, что в больнице есть антибиотики, обезболивающие, вакцины, другие медикаменты, новые хирургические инструменты, аппараты УЗИ и современное операционное отделение. В палатах установлены мягкие кушетки, в здании есть центральное отопление. Всё это предназначалось для воевавших против сирийских властей боевиков и членов их семей. При этом лекарства, инвентарь и инструменты, судя по маркировкам, боевикам поставили спонсоры из-за рубежа – Израиль, Катар, Саудовская Аравия, Турция. Кроме того, у госпиталя был найден прекрасно оснащённый реанимобиль с английскими номерами и рулём с правой стороны. Напомним, что ранее сирийские власти продемонстрировали изъятое у террористов оружие, большая часть которого была произведена в странах НАТО. Авианосная ударная группа военно-морских сил США во главе с авианосцем Гарри Трумэн начала операции в Средиземном море. Об этом сообщает сайт американских ВМС. Уточняется, что операции проводятся для продолжения поддержки союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнёров, партнёров по коалиции и интересов национальной безопасности США в Европе и Африке. Помимо авианосца, который несёт девять эскадрильей палубной авиации, в том числе вертолёты, в состав группы входит ракетный крейсер «Нормандия» и несколько эсминцев. В настоящее время в Средиземном море также находятся несколько боевых кораблей стран НАТО. В Госдуме России назвали усиление группировки Западной коалиции у берегов Сирии провокацией. По словам члена Комитета по международным делам Сергея Железняка, это может означать подготовку к возможным ударам по Арабской республике. Соединённые Штаты не планируют вводить санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве Северного потока-2. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Польши Анджием Дудой. «Мы не планируем это делать. Мы просто думаем, что, к большому сожалению, немецкий народ платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энергоресурсы из России. Я могу вас заверить немецкому народу, это не нравится». Дуда, в свою очередь, выразил надежду, что Трамп остановит строительство газопровода. Польский президент также обсудил со своим американским коллегой пользу от остановки строительства для США. По его словам, присутствие на европейском рынке российского топлива мешает штатам продавать свой сжиженный газ. При этом Дуда подтвердил, что его страна готова потратить 2 миллиарда долларов на размещение американской постоянной военной базы. «Мы уже давно заявили, что готовы подготовиться, взять на себя финансовые обязательства по подготовке такого места, в котором могли бы размещаться американские солдаты». Вместе с тем, польский лидер в шутку предложил назвать постоянную базу США «Форт Трамп». В этой связи первый зампред Комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин выразил мнение, что такая шутка не случайна, а само размещение военной базы является попыткой уколоть Москву. «Такое ощущение, что Польша ведёт себя как девушка, которая пытается отомстить своему молодому человеку, изменив с другим. Вместо того, чтобы ввести себя как достойная и независимая страна, она таким образом пытается уколоть нас, но это РФ никак не оскорбит». Шерин также отметил, что американская база, названная в честь Трампа, станет символом оккупации польского государства. «Это же постоянное напоминание об оккупации. Кто хозяин? В честь кого названа военная база? Это просто утопия, когда на территории независимого государства пытаются назвать не улицу, не библиотеку, которую, допустим, подарил бы Трамп, не парк, посаженный за его средства, а военную базу, которая является символом оккупации территории любого государства». Зам. госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что у Вашингтона нет иллюзий относительно того, что Россия примет американские условия совершить шаги, которые позволили бы ей избежать нового пакета санкций по делу Скрипалей. «Мы дали ясно понять Москве, что продолжим выполнять наш мандат в рамках этого закона, и что она должна предпринять действия для раскрытия своей деятельности, связанной с химическим оружием. У нас, однако, нет иллюзий, что Россия предпримет шаги, необходимые для отмены этих санкций». Как отметила Томпсон, второй, более жёсткий пакет ограничительных мер США намерены ввести в ноябре. Он может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров. Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз своей новой стратегии по гибербезопасности. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из документа, попавшей в его распоряжение. Отмечается, что США сталкивается с неименуемым и неприемлемым риском со стороны вредоносной кибердеятельности. В документе также говорится, что Россия якобы использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на население Соединенных Штатов и бросить вызов демократическим процессам. Китай, согласно стратегии, пытался украсть секретную информацию у американского правительства институтов частного сектора. В документе среди угроз также названы Иран и КНДР, которые якобы используют кибервойны, чтобы навредить гражданам США и угрожать интересам страны. Комментируя включение России в список основных киберугроз США, член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что таким образом Пентагон пытается оправдать наличие собственных кибервойск. «Я думаю, что эти угрозы выдуманные, выдуманные американскими военными. Они таким образом обосновывают наличие кибервойск в США. Для того, чтобы это не было потешными войсками, они придумывают, что в России, КНДР, Китай есть угроза. Насколько мне известно, в наших вооруженных частях нет подобных подразделений, которые были бы нацелены на кибератаки. Поэтому это все для оправдания собственных намерений». При этом член Оборонного комитета Совета Федерации Франц Кринцевич считает, что включение России и Китаю в список главных угроз стратегии кибербезопасности США может послужить поводом для кибератак на эти страны. США с упорством, достойным лучшего применения, продолжают гнуть всю ту же линию. Россия и Китай – основные угрозы их демократическим ценностям. Новое здесь состоит только в том, что подобные ни на чем не основанные утверждения включаются в официальный документ, так называемую стратегию кибербезопасности. По мнению сенатора, США постараются использовать это как очередной повод для безосновательных санкций против России. Он также подчеркнул, что в Москве готовы к такому ходу событий. Лидеры КНДР и Южной Кореи фактически объявили о прекращении войны на Корейском полуострове. Об этом рассказал представитель президентской администрации в Сеуле. На саммите, который второй день проходит в Пхеньяне, стороны приняли совместное заявление о мерах по денуклеаризации, устранении угрозы войны и мерах по установлению доверия. Кроме того, министры обороны КНДР и Южной Кореи подписали военное соглашение. Стороны договорились отозвать военных из демилитаризованной зоны, разоружить персонал пограничного пункта Пханмуджом, а также полностью вывести наблюдательный пункт юга и севера на расстоянии ближе километра до демаркационной линии. Ким Чен Ын также пообещал в ближайшее время посетить Сеул. Это может стать первым в истории визитом северокорейского лидера в южнокорейскую столицу. 18 сентября в Донецком ботаническом саду состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника лесного хозяйства. На мероприятии присутствовал заместитель министра МЧС ДНР, полковник службы гражданской защиты Захаров Дмитрий Владимирович, который рассказал о вкладе Министерства чрезвычайных ситуаций в сохранении лесного массива. Министерство чрезвычайных ситуаций ДНР плотно сотрудничает с лесхозом ДНР. Особенно это выражается в летний период, когда стоит сухостой, когда начинается пожароопасный период. Это и шалость детская с огнем, это и те граждане, которые отдыхают в лесных массивах, которые не соблюдают правила пожарной безопасности. В этом случае мы ведем все профилактические наши действия, а именно с работниками лесхоза ведем профилактику, беседуем с гражданами, которые отдыхают на природе в лесных массивах, ведем профилактические работы. Выработан у нас план мероприятий и потушение лесных пожаров, в них принимают участие также команды, которые созданы на базе лесхоза, есть необходимое оборудование, необходимая техника для тушения пожаров. Так что стараемся беречь лес нашей республики, наши лесные массивы, наше лесное хозяйство. Анастасия Ковалева, Новороссия ТВ В Горловке небо также будет ясным, без осадков, плюс 25 днем, ночью плюс 11. В этот день в Макеевке малооблачно, осадков не ожидается, температура ночью плюс 12, днем плюс 25. В столице Донецкой Народной Республики небо будет ясным, осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до плюс 12. Продолжение следует...